Только было я начал думать о том, что пора прекращать вот этот формат оперативок, что оперативки стали скучными, что Беляев говорит все время одно и то же. Но нет, не случилось. Буквально уже третью-четвертую неделю оперативное совещание правительства Республики Башкортостан. Это что-то мегаинтересное, драматическое, то есть где-то на грани какой-то театральной постановки. В общем, сегодня нам точно будет о чем поговорить. Кстати говоря, я очень благодарен за обратную связь с нашими зрителями. Мы получаем регулярно оценку наших усилий. Где-то мы ошибаемся и нам на это безжалостно указывают. Где-то мы делаем что-то правильное и нас благодарят, ставят нам лайки. Лайков стало действительно в последнее время существенно больше. Я еще раз не устаю говорить о том, что это очень важная функция для нашего канала. Это не только утоление моего личного тщеславия, но и продвижение канала в индексации на Ютьюбе. В общем, если вам не сложно, щелкните мышкой, поставьте лайк вверх. Подпишитесь сами, подпишите своих знакомых, друзей и родителей на наш канал. Это также не сложно, всего одну клавишу нажать. Ну, а самым отчаянным нашим фанатам мы благодарны за то, что они материально поддерживают наш канал. Очень маленькими суммами, но регулярно это радует. Это говорит о том, что мы нужны. И за это большое спасибо. Как я анонсировал на предыдущей неделе ради хабиров, теперь совещание опять проходит в дистанционном режиме. Все сидят в окошечках зума и разговаривают. Ну, кстати говоря, у этого жанра есть тоже отличительные особенности. Очень смешно смотреть на тех, кого никто не спрашивал и не собираются спрашивать. В этот раз было два общественника, присутствовали на этом зум-совещании. Я имею в виду господин Ягафарова и господин Мурзагулова. Эти общественники сидели с каменными лицами, их никто ни о чем не спрашивал. Выглядели они смешно. Иногда казалось, что это что-то нарисованное вот в этом квадратике зума. Особенно неподвижен был Мурзагулов. У меня иногда думалось, что, наверное, это какая-то кукла надувная сидит. Начали заседание с кадровых перестановок, как обычно. На этой неделе в этом цикле особых каких-то грандиозных перестановок не случилось. Кадровое решение было одно. Это назначение главы Шаранского района. И главой этого района стал Фидан Ишимгулов. Вот это назначение я, как ни странно, приветствую. Я, в общем-то, всегда критично относясь к кадровым перестановкам Хабирова, которые, как правило, граничат с безумием. В данном случае я полностью на стороне дорогого Радио Фаритовича. Фидан талантливый, толковый парень. Я надеюсь, что у него все получится. Для него это новый этап, новый рубеж. И я желаю ему успехов. Завершая вводную часть совещания, человек, организовавший две недели назад концерт на 15 тысяч человек в самый разгар пандемии, а по совместительству человек, руководящий Республикой Башкортостан, заявил, что главная задача на данный момент сократить число массовых мероприятий. Вот подобное лицемерие Радио Хабирова, конечно, оно становится уже привычным. И иногда мы не замечаем того, что он говорит, но в этот раз это немножко резануло слух. Первым штатным вопросом оперативки, естественно, был вопрос пандемии борьбы с COVID-19. И вообще большая часть совещания, конечно, было посвящено этому вопросу. Забелин сообщил нам текущие цифры о том, что количество заболевших перевалило через 10 тысяч, что за сутки заболевают 83 человека, и только 189 больных COVID-19 находятся на стационарном лечении. Умерло суммарно в Республике, по мнению Забелина, всего 50 человек. И дальше начались интересные вещи с цифрами. Забелин сообщил, что развернуто всего 4680 коек под пандемию. Занято из них 3800 и 880 свободны. Ну, во-первых, позвольте усомниться, господин Забелин, в этих словах. Если бы в Республике было 880 свободных коек, то, наверное, врачи и больные, и родственники больных, наверное, на каждом углу не вопили о том, что даже в коридорах нет свободных мест. Однако дальше Забелин продолжил путать нас в цифрах, сообщив, что 32% коечного фонда свободно. Ну, несложная арифметика говорит, что 32% от 4680 – это почти 1400, а Забелин нам называет 880. Вот категорически ничего не сходится у Забелина вообще и уже давно. Давно говорят, что на это нужно обратить внимание, и не только я. Давно люди уже хватаются за калькулятор или за сердце, слушая вот этого Максима Васильевича. Но, тем не менее, он продолжает нести то, что он несет. По утверждению господина Забелина, запас лекарств и СИЗов составляет 6-7 недель. И здесь я тоже не верю Максиму Васильевичу, потому что на каждом углу и родственники, и больные, и врачи, и младший медперсонал говорят о том, что в больницах нет не только мест, но нету необходимых лекарств. В аптеках наблюдается дефицит некоторых препаратов. Многим говорят приносить с собой лекарства тем, кто попадает в стационары. В общем, тут я тоже не верю Максиму Васильевичу. Ну и вовсе не верю я господину Забелину, когда он сообщил нам на этом совещании о том, что 100% всех выплат, положенных медикам, выплачены за сентябрь. Сейчас вот-вот-вот он уже выплатит за октябрь. Но тут уже совсем, как говорится, хочется отвести глаза в сторону на фоне массового увольнения врачей и младшего медицинского персонала из больниц Республики Башкортостан и назревающего дефицита медицинского персонала. Далее мы и вовсе узнали о том, что одним из основных способов борьбы с пандемией в Республике Башкортостан будет использование господина Ахмадинурова и в целом партии «Единая Россия». Ненадолго подключенный к эфиру совещание Рустам Маратович сообщил нам, что он уже запланировал концерт как основное средство борьбы с инфекцией. Безусловно и понятно, что в концерте будет задействован Элвин Грей. В общем, тут уже, как говорится, все по накатанной. Зачем нам лекарства больницы и врачи, когда у нас есть Ахмадинуров и Элвин Грей, и видимо они спасут нас от этой страшной заразы. А также поговорили о том институте, который на прошлом оперативном совещании внезапно и по мановению палочки создал господин Хабиров. Радио Фаритович сообщил, что он создает некую институцию антиковидных инспекторов на предприятиях Республики Башкортостан. И эта институция была легко и непринужденно создана, благо, что для этого потребовалась только лекция, записанная на пленку в БГМУ. Дорогому Радио Фаритовичу доложили о том, что уже 4700 антиковидных инспекторов работают в составе коллективов, трудовых коллективов предприятий Республики Башкортостан. Несложно посчитать, что при средней зарплате 35 тысяч рублей, 4700 освобожденных от своих обязанностей сотрудников предприятий нанесут ущерб Республике Башкортостан примерно 165 миллионов рублей в месяц. Вот во столько нам обходится вот эта веселая инициатива о создании вот этих вот ковидных инспекторов. Создавать этих инспекторов было поручено Ренату Баширову. Он, собственно, и отчитался о том, как это происходило. Так редко Ренату удается выступать на оперативках, что, будучи окрыленной вот этой редкой возможностью, Ренат зачем-то зачитал полностью, целиком методичку по просвещению ковидных инспекторов. Он ее прочитал целиком, всю, с запятыми и точками, непроизвольно превратив три десятка министров тоже в ковид-инспекторов собственных министерств. И тут мне пришла в голову мысль, что, может быть, это и неплохо. Большая часть из них абсолютные бездельники и бесполезны для нашей экономики и нашего правительства. В общем, было бы интересно, если бы вот эти вот люди, которым Баширов зачитал методичку, превратились в ковидных инспекторов. Но это все шутка. На самом деле шутить здесь почти не о чем. Потому что, судя по тому, что теперь борьбу с ковид-19 в Республике Башкортостан налицетворяют не врачи, не лекарства, не больницы, не медицинские технологии, а единоросс Ахмадинуров, хоккеист Баширов и певец ртом Элвин Грей, то как бы в добавку к ним ковидные инспектора. Можно сделать очень такой тревожный вывод о том, что команда Хабирова привычно переходит к решению проблемы с помощью пиара, о имитации освоения выделенных бюджетов, а вовсе не конкретных действий. И вот это, в общем-то, должно нас пугать, потому что речь идет вовсе не о каких-то там политических манипуляциях перед выборами, а о здоровье достаточно большого количества людей, о здоровье четырехмиллионного региона. Ну и как бы население Республики Башкортостан теперь, видимо, будет бороться с реальной болезнью и пандемией самостоятельно, потому что, ну понятно, что концерты Элвин Грея и всякие манипуляции с бюджетными средствами, значит, и всевозможные, значит, вот эти вот имитации деятельности, они, наверное, никак не могут повлиять на инфекцию. В ходе обсуждения Хабиров сделал очень важное и неожиданное отступление, заявив, что, цитирую, у нас даже мысли нет закрывать предприятие, а ковид-инспектора являются ответом болезни. Вот так вот сурово заявил Хабиров, видимо, погрозив болезни пальчиком. Также он сказал, что ординаторы БГМУ должны пойти в первичное звено медицины, вспомогательно, конец цитаты. Вот тут совершенно непонятно, Радий Фаридович периодически превращается во врача, не имея диплома, и использует некий набор медицинских терминов. Вот здесь вот этот случай тоже случился. Почему ординаторы? Только ли ординаторы? А что с студентами третьих, четвертых, пятых курсов БГМУ, про которых буквально накануне говорили, что их тоже всех отправят в красные зоны и так далее? И что значит помогать в первичном звене, Радий Фаридович? В общем, конечно, вот это все прозвучало очень ненаучно, очень туманно. Судя по всему, это некая реакция на те конфликты, которые сложились вокруг БГМУ у родителей студентов, у ректора, исполняющего обязанности ректора и так далее, во всем этом бардаке. В общем, будем за этой ситуацией очень внимательно смотреть. Обсудив тему проблемы пандемии, перешли к житейским вопросам. Заслушали второй традиционный вопрос о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. От лица Министерства жилищно-коммунального хозяйства выступала заместитель министра Голова Ирина Александровна, которая нам традиционно сообщила о том, что в их сфере все бесперебойно надежно и безопасно. Правда, в Бирске отключен многоквартирный дом от отопления и от газа. Ввиду аварийности ситуации в этом доме, отключение это длительно и продлится как минимум до 5 ноября. Людям начали выдавать электрообогреватели и прочее, прочее. В общем, такая легкая коммунальная катастрофа образовалась в городе Бирске. Госпожа Голова не считает это чем-то экстраординарным. Несмотря на это, Хабиров на месте распорядился оказать всяческую помощь бедствующим жителям Бирска. Кроме всего прочего, госпожа Голова сообщила о том, что Иглинский, Илишевский и Иенаульский районы не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Вот это, конечно, своего рода гром среди ясного неба, потому что господин Беляев, который уже на протяжении двух-трех оперативок отсутствует в кадре, заявлял о том, что в этом-то году у него все здорово и все хорошо, и как в прошлом году не получится. Но вот выясняется, что три района, довольно крупных района, не сертифицированы на отопительный сезон Ростехнадзором. И госпожа Голова сообщила также, что если до 15 ноября эти районы не получат вот эти паспорта готовности, то они их вообще не получат. Вот тут какая-то странная ситуация. Госпожа замминистра не расшифровала ее, но у меня вопрос, а если к 15 ноября вот эти бестолковые районы не смогут получить эти паспорта, то что делать жителям? Они, то есть, будут в состоянии неготовности к отопительному сезону, и как им дальше жить зиму, зимовать, дрова рубить, переезжать на другое место жительства, вот тут, конечно, не до конца понятно. Но нам понятно то, что в этот раз отопительный сезон у господина Беляева случился существенно хуже, чем в прошлом году, несмотря на то, что он обещал обратно. Далее перешли к ведомству господина Морзаева. На этот раз Алану Викторовичу удалось привлечь к совещанию в правительстве. И, собственно, случилось самое скандальное, не самое важное и не самое интересное, но самое скандальное, что было на этой оперативке. Я говорю об отчете Морзаева по уровню смертности и травматизма на дорогах. Как мы уже много раз говорили, эта смертность растет, и она, судя по всему, превысит смертность прошлого года. И на этой неделе зафиксированы цифры в 370 погибших за год, плюс 7 к уровню предыдущего года за тот же отчетный период. И здесь уже Хабиров не остался безучастен к этой статистике, и случился очень примечательный диалог, монолог, я уж не знаю, как этот жанр правильно именовать, Хабиров, выслушав Морзаева, мрачно заявил, «Я, честно говоря, не понимаю, что происходит». Вот тут я прерву цитату из Хабирова и помогу дорогому руководителю. Собственно, Радий Фаритович, а что здесь понимать? Если вы нанимаете друзей, невзирая на их профессиональную компетенцию на работу, ну, будьте готовы к тому, что они провалят вам направление, и как бы, ну, вот вам результат, да? Дальше Хабиров вопрошает к Морзаеву, цитирую, «Вы анализировали, что происходит?» И вот тут Морзаев совершает первую тактическую ошибку и отвечает следующее. «Для дальнейшего детального анализа должно пройти 30 дней после окончания третьего квартала». Конец цитаты. Ну, во-первых, до окончания вот этого 30-дневного периода после третьего квартала осталось, в общем-то, всего 3-4 дня. Во-вторых, если речь идет о том, что в течение месяца после отчетного периода фиксируется смертность, то в ближайшие 3-4 дня уже, наверное, не случится серьезного изменения к той статистике, которую мы имеем, и это была абсолютно детская отмазка. Далее Хабиров возмутился тем, что его постоянное назидание и слова в адрес Морзаева не смогли изменить аварийности на дорогах. Цитирую, звучало это следующим образом. «Я об этом столько говорил, поддавливал, установили камеры, знаки, что происходит?» Еще раз задал вопрос Хабиров. Морзаев уже тут откровенно мямлил и говорит, что «мы дадим анализ детальный, скоро дадим». Хабиров его перебивает. Цитирую дальше. «Слушайте, мне анализы не нужны, вам анализы нужны». Опять перешел в медицинскую тематику Ради Фаритович. «Мне нужны действия», — заявил Хабиров, «а анализы вам нужны, вы все там с высшим образованием сидите», — почему-то отметил Хабиров. Ну, справедливости ради надо отметить, что высшее образование, по крайней мере, базовое высшее образование у господина Морзаева, в общем-то, образование Горского сельхозинститута, и оно никоим образом не может влиять, в общем-то, на результаты в дорожной сфере, но, тем не менее, корочки имеются. Далее Хабиров заявил следующее. «Я работу вашу оцениваю как неудовлетворительную, и вас, как министра, оцениваю неудовлетворительно. А в конце года я буду принимать решение, я не шучу здесь, понятно?» Конец цитаты. Ну, безусловно, понятно, что Хабиров не шутит, хотя, если честно, все это носило такой характер неких жестких мужских обнимашек, в том смысле, что Хабиров грозил пальцем, и как-то в его словах не было похоже и не звучало то, что он действительно угрожает Морзаеву. Далее Ради Фаридович в свойственной ему эмоциональной манере уже бушевал, как говорится, абстрактно, и сообщил нам следующее, цитирую. «Я что вот это вот все спокойно слушать буду? Я лучше вас всех поменяю. Это что такое? Останавливайте эту беду, хоть сами с палочками вставайте. Я лично этим занимаюсь». Конец цитаты. Ну, идея, конечно, выставить на дорогу Морзаева в качестве регулировщика движения, она с точки зрения воспитательного процесса, наверное, хороша. Маловероятно, что мы увидим на дорогах Морзаева с полосатой палкой, и тем более его помощницу-красавицу Моносипову, хотя было бы, наверное, забавно. Важнее здесь другое. Хабиров и Морзаев, оба два на пару, не понимают того, что не существует способа снижения аварийности и смертности на дорогах через карательные меры. Нигде еще в мире, от Таиланда до Канады, не удалось снизить смертность и травматизм и ДТП на дорогах через установку камер. Эти люди привычно полагают, что карательные меры воздействуют на дисциплину движения на дорогах, но это категорически не так. Существует огромное количество исследований, которые показывают, что сколько много бы ни стояло камер, все равно будут нарушения ПДД, будет нарушение скоростного режима и как результат смертность и травматизм на дорогах. Ни словом не обмолвились эти два гения регулирования движения о том, что на самом деле нужно проводить исследование мест аварийности, нужно начинать принимать меры по техническому пресечению превышения скорости на этих участках. Это и специальные покрытия, это и дополнительные пункты и посты ГИБДД и так далее, и так далее. В общем, тут, конечно, налицо тот факт, что вот эти два гражданина абсолютно идут не тем путем, да еще и предъявляют друг другу претензии. Кроме всего прочего, надо отметить, что господин Морзаев, я уже об этом говорил и повторюсь, провалил закупки вот этих комплексов видеонаблюдения и видеофиксации. ФАС отменил один из крупнейших конкурсов на 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Видимо, в ближайшее время эти комплексы получены не будут до тех пор, пока все эти недочеты не будут устранены, а закупочные процедуры дело небыстрое. Так что, Радий Фаридович, на эту тему шумит зря. Комплексы видеофиксации не закуплены в полном объеме, в котором они должны были быть закуплены. И хотелось бы теперь поговорить о реальных перспективах господина Морзаева. Несмотря на вот эти все громкие угрозы о том, что прольется чья-то кровь, о чем раньше говорил Хабиров, и теперь уже о конкретных, значит, претензиях к конкретному министру с завуалированными угрозами увольнения, несмотря на все это, я не очень верю в то, что Хабиров к концу года избавится от Морзаева, но я абсолютно уверен в том, что уровень смертности в этом году превысит прошлогодний. По крайней мере, об этом нам говорит математика. Конечно, аграрное образование господина Морзаева вполне допускает отрицание законов математики и физики. Напомню, что в среднем смертность на дорогах в этом году у нас составляет около 9 человек в неделю. В оставшиеся 10 недель 2020 года, исходя из этой статистики, минимум погибших составит еще 90 человек. Соответственно, суммарное количество погибших на дорогах в этом году, по всей логике и по арифметике, никак не может быть меньше, чем 460 человек. В ближайшие 10 недель это самый неблагополучный период года с точки зрения дорожного покрытия. Соответственно, средний годовой уровень в 9 человек в неделю, конечно же, должен быть превышен по логике вещей. Это не потому, что я такой кровожадный и жажду смертей на дорогах, я говорю с точки зрения статистики, логики и математики. Так вот, теоретически за эти 10 ближайших недель мы получим минимум дополнительные 100 смертей на дорогах. Соответственно, уровень смертности на дорогах будет лежать где-то в диапазоне 460-480 человек в год. Что же делать теперь Хабирову, когда Морзаев гарантированно не выполнит его поручение? Причем, ну, существенно не выполнит. Я думаю, что Хабиров найдет некий способ откатить назад это решение, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что Морзаев сейчас предпримет некие усилия по хотя бы формальному снижению статистики смертности, но вот сделать это довольно сложно. В заложники здесь попадает ГИБДД. Дело в том, что в Башкирии и в России в целом существует двойная статистика по смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Есть статистика ГИБДД, есть статистика государственных органов власти регионов. И вот когда еще у руля ведомства был господин Мухаммедьянов, мы неоднократно замечали, что он предпринимал попытки манипулирования статистикой. Однако довольно легко можно было сравнить эту статистику с официальной статистикой ГИБДД. Я очень рассчитываю на то, что ГИБДД не рискнет на фальсификацию данных и не оставит шанса Морзаеву каким-то образом изменить вот эти данные в оставшиеся 10 недель. Если так и будет, то в таком случае гарантированно Алан Викторович приходит к концу года с невыполненным, грубейшим образом, невыполненным поручением Владимира Путина и Ради Хабирова. Далее кратко заслушали вопрос борьбы с оборотом нелегального алкоголя в Башкортостане. Полиция изъяла за истекший период 56 тысяч литров фальсифицированного алкоголя. На 8% снизила статистика пьяных преступлений в республике, что не может не радовать. А вот акцизы в бюджет выросли и составили в текущем периоде около 8 миллиардов рублей, что плюс 1% к уровню 2019 года. Хабирову было приятно слушать об этих достижениях. Он добавил свои ноу-хау, предложил на всякий случай и для красоты борьбы с бутлегерами выбрать какой-нибудь показательный район и совершить там такую образцово-показательную, видимо, с участием Прочаковской зачистку территории. То есть выловить всех бутлегеров, наказать и показать это все по телевизору. Ну, собственно, это обычный рецепт этой команды, который подменяет систематическую работу вот этими вот показательными выступлениями. Еще Хабиров предложил подключить к борьбе с контрафактом Единую Россию. Похоже, господин Ахмадинуров становится палочкой-выручалочкой для Радия Фаритовича. И мы все помним, чем это обычно заканчивается. Ждем очередного выступления Ахмадинурова, очередного скандала, который он нам неизбежно организует, как только его привлекают к активной деятельности. Еще из нововведений, которые предложил Хабиров, это интересную методику. Он предложил ввести некий институт стукачества. Причем участвовать в этом стукачестве будут стукачи и Башспирт. Хабиров придумал, чтобы Башспирт поощрял тех, кто будет сдавать места продажи или производства нелегального алкоголя. Ну, тут какой-то уж совсем нехороший аутсорсинг получается. Башспирт, судя по всему, будет выполнять функции полиции и прочих правоохранительных органов. Ну да ладно, посмотрим, как у них все это получится. Далее заслушали краткий отчет господина Кучербаева, нового министра строительства, о темпах ввода жилья в республике Башкортостан. Отмечу, что мы так и не смогли догнать по уровню вот этого показателя соседний Татарстан. Причем мы отстаем от него почти вдвое. По темпам роста, по крайней мере, в Башкирии введено 1 миллион 700 тысяч квадратных метров. Это пятое место в Российской Федерации и второе место в ПФО. Для сравнения, в Татарстане введено 2 миллиона квадратных метров. И прирост в Татарстане составил 17% против 9% в Башкортостане. Хабиров многословно благодарил строителей, говорил, что все это очень здорово. Вспомнил про градостроительный совет, задал вопрос Баширову, все ли готово по этому градостроительному совету. А указ уже подписан о его составе и функциях. Баширов сказал, что вот-вот в городе будет все готово. И юридические вопросы, они и нюансы должны решить. Вот тут, конечно, вопросы возникли. Злые языки стали шутить на тему того, что уж не регистрирует ли градостроительный совет в форме ОООшечки, чтобы упростить вот эти все коррупционные потоки. Но, собственно, речь, наверное, не об этом. О каких-то там очередных юридических заминках. И на фоне того, что Хабиров упомянул в градостроительном совете, я бы хотел добавить уже новость из тех же 3-4 дней. Новость о том, что, оказывается, в парке Якутово еще не всю землю застроили. И есть план построить в этом многострадальном единственном парке в центре города еще одну многоэтажку. 22-этажный дом собираются возводить в парковой зоне. Сегодня это, конечно, безумное безобразие. Но, видимо, аппетит приходит во время еды. И вот и посмотрим, как работает градостроительный совет. Согласует ли он вот эту стройку в центре города, в парковой зоне. Кстати говоря, непонятно, кто является там застройщиком. По слухам, это какие-то пришлые люди. Уж не красногорские или товарищи опять у нас тут заходят в строительную сферу республики. В общем, вот этот вопрос надо держать на контроле и смотреть, как будет работать этот новый орган. И вообще, как будут дела с поглощением строительными площадками единственного парка в центре города Уфы. Дополняя тематику оперативного совещания, событиями, которые случились последние три дня, я бы отметил два момента. Ну и первый, конечно же, это вот эта скандальная история с Хабировым, когда он в очередной раз поменял свою точку зрения по отношению к башкирской содовой компании. Напомню, что в минувшие выходные Хабиров заявил о том, что он теперь, в общем-то, поддерживает точку зрения Генеральной прокуратуры о том, что башкирская содовая компания и ее акции должны быть переданы в собственность Российской Федерации. Отдельно Хабиров отметил, что в этом случае почему-то интересы башкирии никак не пострадают. Тут, конечно, очевидное противоречие. Ранее Хабиров утверждал, что часть акций, а то и все акции башкирской содовой компании должны быть переданы во владение республики. Теперь, значит, он считает, что владение этими акциями в пользу Российской Федерации никак не ущемит интересы башкирии. Есть ощущение того, что, во-первых, позвонили, как обычно, когда вот с Хабировым случаются какие-то резкие перемены, это, как правило, следствие каких-то звонков, либо общения с федеральным центром. Видимо, позвонили и сказали, как должно быть все на самом деле и какую роль он теперь играет. Во-вторых, мне складывается ощущение, что существует некая договоренность между БСК Хабировым и федералами о том, какова судьба дальше будет, во-первых, менеджмента компании, во-вторых, собственности республики. Тут есть два варианта, о которых можно предполагать. Первый – это то, что республике будет передан в управление некий пакет акциями, то есть акции формально будут федеральными, но их передадут в управление с правом использования дивидендов, и пакет этот будет, как минимум, не меньше того, который был. То есть это логичная такая позиция, собственно, я ее предполагал и ранее. Тут уже, как говорится, игра понятий. Вроде как акции формально будут принадлежать Российской Федерации, а дивидендами будет пользоваться регион. Но при этом федералы застрахуются от того, чтобы Ради Фаридовича и его команда в порыве каких-нибудь интересов вдруг не продали кому-нибудь этот пакет. Ну, это, кстати, неплохо. Второй вариант – это то, что силовики объяснили на самом деле, и федералы объяснили, как должно быть все это, и без вариантов, без вопросов. Остается только непонятным, как они будут решать проблему и взаимоотношения с частными собственниками. Напомню, что более 60% акций башкирской содовой компании принадлежит, по сути, трем физическим лицам, которые на данный момент находятся за пределами Российской Федерации. В общем-то, наверное, не очень-то счастливы и в восторге от подобных планов на их собственность. Мы пока не слышали их позиции и их мнение на этот счет, но тут разные предположения есть. Посмотрим, как это будет развиваться. Однако, вот фиксируем тот факт, что Хабиров в очередной раз и кардинально поменял свою точку зрения. Хабиров в очередной раз и кардинально поменял свою точку зрения. Хабиров в очередной раз и кардинально поменял свою точку зрения.